И всем привет, ребят! С вами Стрвайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет продолжением тех самых банов, о которых мы вчера вместе с вами поговорили. И я думаю, что это еще не последний видос, так как информации по этому поводу есть много и есть много интересной информации, и которая еще поступает ежедневно, потому что баны продолжаются и продолжаются в большом количестве. И мы сегодня обсудим лучший режим фарма, который, можно так сказать, официально, ну практически полностью прикрыли и лавочка супербыстрых звезд закрылась. Вчера, если смотреть на запись этого видоса, то вчера, да, то есть, но, так как он у вас выходит уже позже, то это получается уже два дня у нас прошло с этого события. Шесть игроков из десяти, из топов вызова принят, полетели в бан за саботаж, который, ну, по сути, наверное, заслуженно, да, с одной стороны, заслуженно получили в режиме штурма. Началась лютая чистка, да, и за этим все стоит тот же самый человек, что и по ДМам, да, который теперь хочет в 2024 году исправить полностью фарм и всех игроков, которые этим фармом занимаются, да. Как правило, это все сильные игроки, которые уделяют безумно большое количество времени игре, ну и которые стараются, например, набить звезды, чтобы получить награды, да, либо чтобы просто провести круто время, там, пофармить, заработать игровую валюту и дальше ее, там, вкинуть, условно, в какие-то прокачки. Давайте мы даже, наверное, запикаемся в штурмик, да, если вы ждали вообще этот видос, то не забывайте, конечно же, поддерживать ее лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого на срок игровой аккаунтики установить ему личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо штурма, то, по сути, ни для кого не секрет, что это в последнее время был самый выгодный режим для набития звезд, и все игроки, которые были в топе по вызову приняты, и которые набивали звезды, набивали его именно в штурме, да, на тех самых заветных линиях, на которых когда-то и мы сами этим всем делом занимались, да, после чего пошла информация о том, что саботаж и саботаж в дальнейшем будет наказываться, но кто-то продолжал, ну даже не кто-то, а большинство игроков, даже зная то, что теперь уже за саботаж будет наказывать, продолжали этим всем делом заниматься, потому что это самая фармовая вещь, которая есть у нас в игре относительно звезд и относительно прохождения вот этих всех замечательных ивентов. Я в том числе продолжил играть в штурме, да, в том числе я продолжил играть в штурме, да, может не так часто, но в моментах я заходил, да, отлично понимая, как это все дело работает, я максимально честно играл каждый бой, да, и по большей части все бои стараюсь перепикивать именно под атаку, да, а именно под атаку, так как за деф у тебя как бы с одной стороны задача задефать, да, с другой стороны ты также понимаешь, что каточку ты хочешь завершить быстрее, правильно? И как бы ты там супер жестко не потел, не дефил, большинство карт все равно, когда ты будешь люто потеть, все равно будет сливаться. Вот, например, Александровс, да, мы сейчас будем стараться максимально плотно дефить, да, но при любом раскладе это та карта, которая, ну вот как ни крути, даже при супер жестком дефе она будет все равно сливаться. Ну и понятное дело для тех игроков, которые набивают там звезды, которые стараются как можно быстрее набить эти звезды, они, соответственно, запикиваясь за деф, что делали? Правильно, сливали катки, чтобы это все дело быстрее происходило, на все те же самых дефолтных линиях, ну, можно сказать, саботажили, и два дня назад, с момента выхода этого видоса, более 10 игроков, а, ну, может, на сегодняшний день, на момент выхода этого видоса уже и, ну, человек так, может, 20-30, может, 40-50 улетели в бан за саботаж, да. По сути, фарм штурма прекратился, он люто теперь контрится с спектаторов, да, именно на спектаторах заходит как минимум один человек, который четко контролит игроков и смотрит, что они делают на карте. Если он, например, там не сливает специально тех типов, которые доставляют флаги, либо там специально, там, например, отворачивается, либо еще что-то делает, да, то есть, ну, явно саботируют, он сразу в этом плане наказывается. Но у меня вместе с этим появляются другие вопросы, да. То есть есть помимо этих сильных игроков, да, есть очень много крипов, которые руинят, да, которые не доставляют флаги, которые специально это намеренно делают, да, и которые остаются, да, абсолютно без внимания, да. Вот этот момент мне абсолютно не понять, да, потому что это было всегда и это есть по сегодняшний день, да. Я могу, типа, вернее, мне могут якобы сказать, что это, типа, крип, поэтому он там, условно, не знает, что ему делать, да. Но, условно, тогда и сильный игрок может вдруг в моменте стать крипом, да, и не знать, что ему правильно делать, правильно, да. Поэтому я считаю, что если уж сильные игроки, которые умышленно это делают, да, получают по заслугам, да, то есть все игроки тогда должны приравниваться к одному, да, и каждый крип, который специально руинит, да, должен тоже получать по заслугам и получать бан. Максимально даже быстрая все равно катка у нас получилась. Я сделал все, что мог в этом бою, но это все равно супербыстрая досрочка, и я за нее получил 6 звезд. Вот именно так это все дело, грубо говоря, и происходит. Только там, ну, бывали еще и моменты, когда происходили вот эти вот замечательные саботажи. Поэтому на сегодняшний момент времени штурм жестко контрится. В игре с онлайном, который падает, улетают еще больше игроков, да. Ну, очевидно для всех, что онлайн у нас падает, да, относительно, например, предыдущего года, и смотря сколько там у нас игроков было, да, в боях, и как быстро катки пикались, и как разбросы сейчас по званиям идут, да, я могу сделать выводы, что онлайн у нас в игре падает, да. Ну, и помимо этого, да, помимо того, что у нас онлайн падает, теперь у нас еще и супер жестко работает модерация и уносит игроков в банк, да. Поэтому, по сути, у нас игроков еще меньше становится. Что будет дальше? Я, честно говоря, не знаю. Но факт того, что сейчас начинаются очень интересные времена в игре, да, и как эта вся ситуация повернется дальше, пока что еще непонятно, да, потому что, что касаемо демок, что я в вчерашнем видосе высказал, что я могу сказать сейчас, я до сих пор с этим не согласен, да, потому что то, как сделана демка и то, как все это дело работает, я все равно считаю, что это абсолютно неправильно, да, банить игроков, которые играют в группе в демке, да, когда у тебя есть возможность игры в демке, да. Но этот момент пока что еще, как говорится, остается на поверхности. Ну, а что касаемо штурма, то официально фарм прикрывается, да, становится либо вообще никаким, либо же значительно хуже, да. Мой совет в этой ситуации для фармеров это просто пикать атаку, да, то есть если вы пикаете атаку, попадаетесь в хорошие карты, вы все равно можете постараться запотеть и делать быстрые досрочки и зарабатывать быстрые звезды. Все равно в этом плане штурм остается, ну, можно сказать, самым выгодным режимом по скорости, да. Ты все равно быстрее там любой другой режим не закончишь, ну, если там, конечно, запотеть, постараться, там, фулл-группой, пачкой, там, какую-нибудь CTF-ку с нулевой просто жестко тушить, то, может, тоже можно сделать там либо TDM-ку, условно, там, тоже респы все поконтролить на большой карте и сделать там катку за 5 минут, но с точки зрения стабильности все равно штурм всегда был стабильнее, да. Поэтому играйте честно, играйте без саботажей, да. Ну и очевидно, что на этом все не закончится, да. Если уж человек этим занялся, то, по сути, он может сейчас мониторить любой режим. Любой режим, потому что у меня уже даже поступила информация, что и в CTF-очки улетели ребята за саботаж, не знаю там, каким образом все это дело произошло, но есть информация, что и в CTF-е банят, да, и то, что по жалобам там бывают где-то вообще нет никакого ответа, да, привета. Работа идет по большей части исключительно по игрокам, которые умеют жестко играть, да. То есть по тем игрокам, которые, по сути, и уделяют самое большое количество времени этой игре. Возможно, это какая-то обида, возможно, это попытка кому-то что-то доказать, потому что, по моей информации, все это делает один человек, да. Не там, не всем, да, это поручено там типа вот жестко надо. Это чистая инициатива одного человека, который, возможно-таки, для себя решил, что он может вершить правосудие, да, и показывать вот такие вещи. Надолго ли? Сомневаюсь. Сомневаюсь, что это будет надолго. Но свое внимание в любом случае он зарабатывает. Вот такая вот ситуация, поэтому играйте без нарушений. Я, как игрок с огромнейшим опытом и стажем вам могу это сказать, да. Ну, если так в подробности вдаваться, то можно вообще развернуть это на какой-то один масштабный видос, да, по относительно моим банам, относительно моим там всяким, ну, грешкам, которые были в свое время, да. Если вдруг интересно, можете написать по этому поводу в комментариях. Может, я отдельный видос по этому поводу запишу и расскажу все, что было. Поэтому играйте честно. Ну, и будем смотреть и наблюдать, как повернется эта ситуация дальше. Потому что игроки вроде как уже с вызова принято на сегодняшний момент времени вышли всех из банов. Да, у кого-то был бан час, у кого-то день даже уже залетел. Да, то есть дальше после дня уже идет бан недели. Недели уже явно никто не хочет получать из игроков, которые бьют активно звезды, потому что получив неделю, ты можешь просто вылететь. А есть один игрок, мой любимый испанчик, который улетел у нас в бан на целый месяц, да. То есть у него карма была настолько плохая, а у него даже здесь профиль, я так понимаю, скрыт. Улетел этот боец просто на миссии Чишку, да. Ну, и помимо него есть еще ребята, которые из ДМК тоже поулетали на неделю и на месяц. Да, поэтому баны идут жесткие. Будем следить за всеми этими событиями. Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу штурма, по поводу фарма. Какие у вас мысли? Сами ли фармили звезды, не фармили звезды? Являетесь ли вы сами саботажником, да, напишите. Вот вы саботажник или не саботажник? Вот я, да, в свое время. Ну, ладно, я не буду рассказывать. Если будет интересно, давайте там 150-очку грузанем. Если интересно, я вам расскажу в одном из следующих видеороликов, а может и в следующем видосе, все интересные новости по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Всем удачи и всем пока!